Первому моторику давал пить, а потом других. А здесь что-то зашел до другой, он только к нему зашел, он как его поддел, и через эту его выбросил со стайки. А серчал. А серчал. И вот мать, вышел, говорит, там что-то через коровник проходить, где коровы на улице ходили. Как что, бык за ней, значит, на нее. Она как кинулась от него-то, он за ней. Ну а там как загорожено, вот между жердями примерно такое расстояние. Она как кинулась, а ходила уже последние дни. До родов осталось, может, неделю уже. Все равно работает, детеков-то не было никаких. Как я, говорит, вылезла туда, как она через жердь где-то пролезла. Потом, говорит, пытались, женщины, которые и то пролезть не могли, говорит, она с животом, 9-й месяц, и через это пролезла. Но ничего, родилось нормально, то ли Валька, с Валькой она ходила, или чем-то что, непоколитная война. Вот как, а не то, что там специально. По порогу ты не выйди. Она легче, чем коров подоила, ночью родила. А три дня проходит, боевый день приходит. Марья, коров-то доить надо, некому доить. Декрет кончился. Надо идти. Понимаешь-то? А вы, вот там, как с трогам выражали. Это исключение случаев было. А так дома все, бабушка у нас была, которая этим занималась. По витухе. По витухе бабушка. Мы всегда думали, что это от нее все эти ребятишки, это она. Ну ничего, наверное. Мы такое было, что думают, трубу ей заткнуть зимой. А у нее небольшая землянка была, там в ледником заткнулся, чтобы она задохнула. Ну как придет, там обязательно водится. Ну а откуда? Это только по секретению из голубцов и с лырки вытащила. Там дырочка была такая, крыс упрали. А мне сказали, я стол туда сметал. Сказали оттуда. Так я все завалил. И как они провозят-то? Рожает сыграть, да? Ну что, на жизнь сейчас спать никого нет. Вот раз просыпаемся, векает, ребенок векает. А как? Особенно ты себе паки-паки кричал. Ну я-то уж не помню, я забыл, как кричала. Я помню хорошо, как Валька была. Я с ней больше водиться-то пришлось. Вот так вот было-то, беда. А сегодня дома сидят, нигде не работает. Двое дома. Ой, да как это с ними? На сохранение вся страна. На сохранение. В этот не входит никуда не такие на работу, никуда все везет. Два-три ребенка есть. А честно, Гаврилович, и родить-то толком не могут. Так, батюшка, а почему на сохранение-то? Ну тут сейчас тенденция какая, курить модно, пиво пьют с раннего возраста. Кажется, легкий алкоголь. А в такое тело как может вообще прийти здоровое дитя? Да, Галя, не только пиво. Они энергетики пьют. И на водке вот эти вот коктейли, коктейли, бутылка. Вот и гриб леднее, понимаете? Нет, даже не редко. Главное, я спрашиваю однажды врача, почему так? Я говорю, в деревне было, у нас все женщины, почитай, почти все дома рожали. Редко кто в больнице. Один раз у нас мать решила в больнице, по-моему, с Игнатьем, поехать в больницу, кеменцева рожать. Ну и сидя там очередь к врачу-то, кокушеру-то. А женщина, о, сейчас, говорит, мужчина принимает роды, так хорошо принимает, говорит, а то это еще бред, где не надо. Да, да. Она послушала, как мужик. Да, мужик. Я, говорит, потихоньку из больницы, кое-как дошла, где там до телеги, от 20 километров ехать до Тюменцева, от Карлоска. Я, говорит, залезла на телегу, женщины там в аптеку, в магазин. Ну ты что, Мария? Да мне сказали, что не скоро. Поехали скорее домой. Дорогой-то едут, а у ней уже, она, детская баба, ну понужайте, лошадей скорее. До дома-то только доехали, она только успела в пригон зайти, в пригон, где там скотина. Я себе, там родила. Это вот вы как кем ребенком учили? Вот это один у нас хотел в больнице, а остальные все дома. Все дома. Я спрашиваю... Дмитрий Иванович, какой по счету ребенок был? Третий. Третий. Подмену детей не было. Дирку не туда повесили. Я спрашиваю... Пилим дрова, а она все-то с тобой заимовала. В ручье, представляю, большое брехно. Она зашла, я постоял, сколько минут 5 лет, я пошел, слышу кричит. А я капканы поставил, там корова была, крысы. Думаю, я молоток схватил и бегу туда добить корысы. А мама закрылась с той стороны, я подергал, дверь никак. Она говорит, ты за кощихой сходи. За бабушкой-то? Ну да, мне, за кощихой-то. Ну и все. Я побежал, бабка пришла, опять ребенок. Маленько не так, я уточню. Весной, весной, это был май месяц, это была с Ириной. Мы там грядки сюда делали. А мать говорит, вы, ребята, вот это делайте, я пойду что-то мне отдохнуть, я устала. Ну и устала, мы слышим что-то. Игнаш, что-то, молоток хватает туда, а мы все в окошечко смотреть, как он будет крысы там бить. А там окошечко, там все, там еще не видать. Вдруг он оттуда выбегает, пинкаре одному другому, чтобы вот там на 20 метров близко не подходить к этому, и сам вдоль деревни. Это, наверное, вот это самое. Так точно и есть. Это был май месяц. Русские люди как просто обходились, и что сделали. Если не прайкала, опять идет. Вот так вот. Так вот этот врач говорит, я говорю, почему так? Раньше, смотрите, у нас в деревне все женщины дома рожали. Ни одна от родов при родах я не слышал того, что с женщинами природа померла. Не было. У нас Валя одного ребенка родила дома, врачи узнали, там заели ее. Как ты могла дома? Уже разжигенный ребенок, им надо взять его тоже. Что там делать, пиздец? Ну, а он не отвечает. Почему, говорит? Да потому что, говорит, раньше как женщины? Какой декрет был или отпуток? Да никаких не было. То есть работали, все работали. В войну мать рассказала, как они баранили поля женщины. Борону. Там пять женщин, там четыре лямки, и на быках пашут, а они борону, поля боронили женщины. Работали, то есть постоянно. А сейчас, Тоня, на диване лежит, развития никакого нет. Да еще до самого смотришь, идет с животом таким, и шинсы на ней. Кровь все обтянута, каждая морщинка на виду. Ну, с чего это будет? А тогда свободно не работали, ходили свободно. У матери всегда была юбка такая широкая, какая-то она из какого-то материала, но вот как рюкзачная какая-то такая вот ткань. И она всегда в этом была. Отец Арсений, помнишь, когда они приехали, девушки соснули, а там бабы копаются, и без галтери попали, а они как пойдут, сарматища-то какая. Бабушка, это я уже учился в пятом классе, было, это что было, это, наверное, пятьдесят, наверное, пятый год был. И бабушка с девушком куда-то собрались ехать в Россию. Где это Россия, я не знаю, ну, сюда где-то, за Урал. Это они там в Вятске, на Вятку, это был Киров, вот Вятка, ну, уже за Уралом. Ну, и собрался там, совет собрался, пришли старухи ехать в дорогу. Как? Надевать или нет штаны? А штаны имелось в виду, тогда были ритузы женские, знаете, такие они? Были там длинные и тёплые. Говорят, надевать штаны, это грех большой. Теперь говорят, а говорят, в вагоне-то, там на второй кровати, на верхней кровати придётся спать, на верхней кровати залазить. А если на полях, то снизу глянет, увидит грех-то ещё больше будет. Что? Убьёт. Не штанов. Ну, и вечным советом это старухи решили, благословили, надеть ей ритузы. А бабушке в то время это было уже за 60 по 70 лет. Понимаете, какое было дело? На культуре Гугл пишет, она говорит, когда садилась, такая бриолет, ну, поднимать ногу, на ступеньки, ехать-то. И обернулась, а там офицер один смотрит. И она до самой смерти, как вспоминала, чтобы смотреть, а вот платья до полу. И она его вспоминала, говорит, и всё ещё сдрагивала. Что офицер на неё посмотрел, когда она садилась. Вот мы были у мусульман, мы в Афганистане было, фотографировали девушку, издалека, она вёл, одна от них, говорит, отошла, подошла и говорит, вы нас фотографировали. Сотрите, сотрите, пожалуйста, почему? Снимок появится, печати нас из инвестиций, всех оттуда уволят. Это сегодня, сейчас смотрят. У них другой, совсем другой менталитет. Мужчина пришёл, рано гноиться у него здесь. Ну, постоял, очередь дошёл, только зашёл и вышел. А русский сидит, говорит, а почему вышел? Так, врач-то женщина. Ну и что? Знаете, у меня так болит, я могу заморчиться, а женщина увидит. А-то как будет увидеть? Нет, я пойду мужика искать. Перед женщиной, а увидит, что он сморчился от боли, он уже потерял авторитет. Вот возьмите, Эльзю Кунгаева, Юрий Буданов-то, изнасиловал и убил. Командир танкового полка, полковник-то. Так доказали всё. Родители сказали, изнасиловали, уберите. Уберите, что не было его. Убил, да. Почему? Нам жития не будет. Судьи пока решали, они сели в Данию, уехали, переменились. Жития не будет. Она не виновата. Всё равно. Почему никто не защитил? Так мужиков-то перестрелили всех. Русские друзья. Мы должны прислушаться, как другие люди жили. Ещё, Ну всё, мальчик ушёл. Тут у нас много историй, и все полезные. Чё это? Отрывать? Отрывать, конечно.